Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать. Отметите, пожалуйста, если меня слышно, видно, чтобы все меня увидели. Отлично, я смотрю, меня уже слышат. Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Ирина Буркина, я представитель сети отелей Байя Принск и отел Сан-Резор. И в первую очередь я, конечно, хотела бы вас поблагодарить за то, что вы присоединились к этому вебинару, нашли время, записались, присутствуете здесь, и я надеюсь, что это будет очень полезный час у нас с вами. Ну и я, конечно, в свою очередь постараюсь дать максимально полную информацию о цепочке, об изменениях, которые произошли за последнее время в отелях Бенинганской Республики, Мексики, и расскажу об особенностях отдыха в наших отелях. По окончанию вебинара я надеюсь, что вы уже легко сможете ориентироваться во всех брендах нашей цепочки и сразу же определить, какой именно отель подходит каждому вашему конкретному туристу, каждому гостю. Здесь информация контактная со мной, я потом в конец вам еще раз ее покажу. И давайте тогда начнем мы с вами с нашей брендовой цепочки. Отель Baya Principles Hotels. Это испанская сеть, в которой входит состав группы компаний Бенингера. В нее кроме отелей Baya Principles будет еще и транспортная компания, принимающая компания, туроператор, поля и многое другое. То есть все то, что у нас ориентировано на создание максимально комфортного и полноценного отдыха. Все управление у нас сосредоточено в одних руках, компания семейная и главный отпуск нашей компании находится на острове Майорка. Ну и вот новые бренды появились у нас в сети, какие-то уже известные, какие-то вот с этого года функционируют. Давайте подробнее мы с вами рассмотрим новый бренд нашей компании, который называется Fantasia Baya Principles Hotels. Это фантазийные, тематические отели, которые рассчитаны на то, чтобы создать максимально сказочный отдых. Это семейно ориентированные отели, тематические для того, чтобы каждые дети и взрослые вновь смогли почувствовать мать и детство. Наши знаменитые отели Grand Baya, в принципе, это отели в категории «5 звезд». Они у нас находятся в Карибском регионе, в Доминиканской республике, Мексике и на Яманьке. Так, слышно ли меня? Мне сказали, пожалуйста, пишите, потому что я не знаю, как вам слышно и как меня видно. Так, лучше слышно? Все, отлично. И отели Grand Baya Principle «5 звезд» в Карибском регионе. Далее у нас идет уже категория «Лакшери». Это отели «5 звезд плюс», выше «5 звезд». Это максимальное выражение роскоши, уровня услуг, обслуживание с индивидуальным подходом каждому гостю. И отели у нас есть категория «Sunlight». Мы их сегодня с вами не рассматриваем. Это отели «4 звезды плюс» и «4 звезды», расположенные в Испании. Это остров Тенерифи, это остров Майорка. И если видите «Sunlight», значит, вы точно можете сказать, что это «4 звезды», «4 звезды плюс». Далее. Давайте с вами все-таки определимся, почему отели Baya Principle. То есть пришли к вам туристы, вы им должны что-то рекомендовать. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы рекомендовали Baya Principle. Во-первых, это эксклюзивное местоположение всех наших отелей в мире. Все они расположены на самых лучших пляжах мира. То есть вы выбираете любую страну, где находятся отели Baya Principle. И уже можете точно сказать, что именно эти отели находятся на одном из лучших пляжей этой страны. Большая часть этих пляжей удостоены голубого флага. Это всем известный стандарт чистоты пляжей. То есть выбирая наши отели, вы уже точно не прогадаете с локаркой. Также Baya Principle – это всегда просторные номера. Минимальная категория размещения, как правило, это Junior Suite Superior. Он включает в себя зону спальни, в которой может находиться большая кровать King Size, либо две кровати поменьше, если мы выбираем с вами категорию Twin. И в этих номерах у меня есть зона гостиной. Вот мы с вами можем увидеть. Я вам сейчас попробую показать. Зона гостиной с софой, с столиком, то есть место, где можно просто отдохнуть, посидеть. И обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта софа, которая находится в зоне гостиной, она не раскладывается. То есть если вам нужно дополнительное место, оно так и используется в данном виде. Оно застилается, но больше оно никак не становится обычно, используется как дополнительное место для ребенка. Но независимо от этого, все номера, конечно же, просторные, места хватит всем, будет у вас дополнительное место, либо без дополнительного места, либо нужно больше дополнительных мест. Места всем хватит, то есть вы сможете спокойно ходить, вы и ваши туристы. Какой еще из особенностей отдыха в отелях, что мы можем ответить, это во всех отелях, во всех комплексах гости смогут найти для себя все необходимое. Во всех наших комплексах работают большие торговые центры под названием «Байя Принцит и Вилоч». Это такое большое, вот как вы видите прямо на фотографии, пространство. Часть его находится под открытым небом. Вечером здесь устраивают шоу-программы, постановки. И по периметру, вот мы с вами видим, это маленькие магазинчики. В них продаются всевозможные товары, которые только необходимы при пляжном отдыхе. Это любые мелочи для пляжа. Вдруг, если что-то забыл, либо не предусмотрел, всегда можно зайти в один из магазинов, купить что-то, взять с собой на пляж. И, естественно, здесь же можно приобрести всевозможные сувениры на любой вкус и свет. Все, что мы обычно с вами возим из отпуска домой в память об отпуске, о стране, подарки друзьям, родственникам. Все это можно купить здесь, не выезжая, не уходя никуда за территорию отеля. Ну и, пожалуй, главной изюминкой сети байя Принцит и то, с чем ассоциируется эта цепочка у гостей, которые уже отдохнули у нас. И с чем, собственно, мы хотим, чтобы ассоциировалась она и у вас, это наше питание. Питание здесь гарантированно понравится любому гостю, потому что самый широкий набор блюд, самый широкий выбор ресторанов, все это есть у нас в каждом из отелей. В том числе, кроме того, что вы можете выбирать блюда себе в буфет-ресторанах, которые используются для завтрака, обеда и ужина, шмейц-песто, есть еще и большой выбор а-ля карты ресторанов. Это вот те самые рестораны, которые обслуживаются у нас по меню, куда каждый вечер приходят гости, куда дамы надевают свои лучшие наряды. Существует дресс-код, мужчины обязательно должны быть в брюках, то есть в сланцах, шорках, туда, конечно, не пустят, попросят переодиаться, потому что это посещение ресторана в полном смысле посещение вечернего выхода. В этих ресторанах существует предварительный резерв столов, так как они небольшие, а с ограниченным количеством посадочных мест. Забронировать на самом деле посещение этого а-ля карты ресторана достаточно легко, просто на ресепшен гости подходят к сервис-менеджеру, называют дату, которую они хотят посетить а-ля карты ресторан, и им предлагают варианты, которые доступны на данную дату, либо им называют дату от того именно ресторана, который они хотят посетить. Сделано это все из исключительных тех соображений, что, опять же, рестораны небольшие, и каждое блюдо здесь у нас готовится непосредственно каждому гостю. Да, по поводу ограничений по количеству я скажу немного позже, когда мы начнем с вами разбирать непосредственно категории дальше отелей. Относительно вот, или давайте я вас сразу, чтобы мы с вами уже не забыли, для отелей категории грант, гостей, которые живут в отеле категории грант, для них предусмотрено три бесплатных ужина за все время посещения. То есть три вечера они могут ужинать в разных ресторанах. Гости, которые у нас проживают в отелях категории лакшери, они могут ходить в а-ля-карты ресторанам без ограничений. Причем гости и грант, и лакшери могут выбирать себе а-ля-карты рестораны всего комплекса, не обязательно те а-ля-карты рестораны, которые представлены в их отеле. Ну и, естественно, и гости отелей грант, у которых ограниченное количество, и категории лакшери, у которых неограниченное количество, должны делать предварительный резерв этих самых ресторанов на конкретную дату. Вот таким образом можно это заказать, плюс еще я расскажу дальше, есть одна дополнительная опция, где гости могут самостоятельно бронировать. Ну и после питания давайте с вами немного поговорим про спорт. Для занятий спорта у нас в каждом отеле также существует огромный выбор вариантов, всевозможных вариантов, чем можно заняться. Немоторизованные виды спорта у нас включены по одному часу в день в отеле, то есть можно покататься на каяке и так далее для поклонников данного вида спорта. Существуют у нас также пробные уроки с занятием дайвингом в бассейне, по предварительному бронированию также, но вдруг, если вы решите заняться дайвингом плотно, пробный урок вам дают, далее, конечно же, за дополнительную плату, но опробовать нужно вам это или не нужно, можно бесплатно абсолютно. Плюс в каждом практически отеле у нас доступен вольф, с каждым годом этот вид спорта набирает все больше популярность. Существуют у нас свои отдельные вольф-поля в бае. Организовать досуг там можно совершенно без проблем, также обратившись к сервис-менеджеру. Все сделают, вам организуют на высшем уровне. Есть возможность как для профессионалов, так и для новичков, можно сходить, попробовать, вообще, если никогда не пробовали, то вообще, стоит ли вам приобщаться к этому виду спорта или нет, вдруг затянем, то вы будете посещать, станете поклонниками вольфами. Ну и, конечно же, у нас предусмотрено в течение дня самое большое количество предотвлечений. Это взрослая анимация, это детская анимация. Анимация у нас есть и на пляже, и у бассейна. Также вечерние постановочные шоу в бае-принципе Вилоч, которые я вам показываю, большие, огромные шоу устраиваются, привозят артистов. Существует у нас отдельная программа для детей, мини-клуб, называется она «Бая-Скаут». В мини-клубе у нас, естественно, разделение по возрасту детей. Четырехлетние дети, конечно же, не будут заниматься, есть 12-летние, детьми постарше. Их деток делят по возрасту. И, соответственно, все программы рассчитаны на каждую возрастную группу. В течение всего дня занимаются с ними аниматоры, дети заняты, дети знакомятся с окружающим миром, изучают природу, так как в большинстве случаев это новая природа для детей, которые приехали. Для маленьких детей, ну, примерно лет до 10, есть детские горки. Он называется аквапарк, но, по сути, на самом деле, это детские горки. Вот здесь вот они видны, вот на этой фотографии. Там дежурят у нас спасатели. Конечно, гости, родители могут находиться рядом с детьми, но кататься на этих горках взрослым, естественно, нельзя. Кроме того, что у нас существует анимация для взрослых, для детей, взрослые могут насладиться у нас в минутное блаженство провести в комплексах БАЭС-СПА. Комплексы оснащены по последнему условию техники спа-индустрии. И широчайший выбор услуг. Каждый для себя найдет то, что ему по душе. Существует у нас еще в одном из отелей на полуострове Симона целая программа, которая называется «Пробность Экспириенс», в которую входят несколько подпрограмм. Если решили заняться своим здоровьем, уделить время в себе, пожалуйста, есть возможность снастоящей программы. По теме ресторанов я вот вижу вопрос. Да, существует дресс-код. И желательно, конечно, чтобы и брюки были длинными, и рубашки. Все-таки это ресторан. Но в случае, если, конечно, будет рубашка с длинным рукавом, не скажу, что это критично, но все же, записываясь в ресторан «Аля карт», вам еще, гостям еще раз расскажут о правилах посещения и лучше посоветовать, конечно, их придерживаться все-таки. Мы будем друг друга уважать. Правила отеля и ресторана есть, но, естественно, мы всех своих детей любим, уважаем и никуда не выгоним из ресторана, но правила есть правила. Кроме того, кроме развлечений, гольфа, спа, у нас в наших отелях существует, пожалуй, самая романтическая услуга, которая тоже с года в год все становится более популярной – это свадебные церемонии. В силу определенных моментов закона, большая часть, конечно, гостей выбирают символические свадебные церемонии. Даже с символическими свадебными церемониями есть один очень существенный момент. Если вы заказываете символическую свадебную церемонию, к моменту ее проведения гости должны уже быть в законном браке. То есть отель может попросить копию свидетельства о браке. Свадебные церемонии – это, конечно же, очень важно для всех гостей, которые присутствуют там. Эмоции, воспоминания, конечно, которые гости там получают, будут вспоминать всю свою оставшуюся жизнь. Они придут, конечно же, к вам после этого еще раз и будут просить вас еще раз подарить им такие же незабываемые впечатления. Ну и по поводу свадебных церемоний существует несколько вариантов. На самом деле организовать их не так сложно. Они есть очень доступны по цене. Если у вас вдруг будут какие-то вопросы, нужно будет больше деталей, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. На сайте у нас представлены основные пакеты свадебных церемоний, то, что в них будет. И, конечно же, при заказе наш менеджер организует праздник вашим гостям в лучшем виде. По поводу Байя, в принципе, фантазии. Мы сейчас с вами будем разбирать все отели комплекса. И я расскажу, куда кто может ходить. Будет отдельный слайд, кто чем может пользоваться. Можете прямо его, я не знаю, застринить, или сохранить себе как-то. Все там будет. Кроме того, для гостей отелей Байя Принципе существует отдельное приложение для телефонов Байя Принципе. Что оно дает? Гости скачивают это приложение и могут заранее уже ознакомиться с картой комплекса, куда они едут, сориентироваться на территории отеля. С помощью данного приложения можно заказать себе а-ля-карт ресторан. Там доступно расписание, какой ресторан, в какую дату он свободен. И там же сделать бронирование. Здесь же можно забронировать себе SPA. То есть это такой мобильный помощник, если вдруг гости находятся в номере и не хотят идти на ресепшн, либо хотят самостоятельно, не задерживаясь долго на ресепшн, выбрать то, что доступно на какую-то дату или какие рестораны есть, пожалуйста, можете посоветовать скачать такое приложение. И там все будет. Основное то, что чаще всего интересуют гостей, смогут найти у себя уже прямо в телефоне. Ну и давайте теперь мы с вами перейдем к направлениям, где же у нас все-таки существуют отели в Байо Принципе. Вот здесь есть карта, она, конечно, небольшая. Вы можете у себя приблизить, насколько я знаю, такая возможность у вас есть. У нас есть один отель на Майорке категории Sun Life, это 4 звезды плюс. Есть 4 отеля на острове Тенерифе, 4 отель у нас открылся буквально 1 ноября 2018 года, отель бренда Fantasia. Fantasia by a principe Tenerife. Это отель, сказочный замок, волшебный, семейно ориентированный. Сегодня мы на нем подробно останавливаться не будем, но имейте титул, что отель открылся, отель ждет своих гостей, все готово, все уже реальные фотографии, даже видео, вы можете найти у нас на сайте, все там представлено, все посмотреть, но опять же, если какие-то вопросы, детали, пожалуйста, обращайтесь, все мы вам еще раз расскажем. Также есть у нас 2 отеля на Ямайке, 4 отеля у нас есть в Мексике, Ривьера Майя, и 14 отелей в Доминиканской Республике. В Доминиканской Республике у нас отели CityBuy, в принципе, представлены максимально широко, на всех популярных курортах, курорты, которые популярны в России, и не только в России, но так как в этом году у нас обширная полетная программа в Доминиканскую Республику, практически во все аэропорты, вот здесь есть на карте аэропорты, они везде, конечно, прилетают, но вот основное, то, что у них есть, здесь показано. И это дает нам возможность посетить практически все отели City, вам, вашим гостям. В Доминиканской Республике у нас есть 2 отеля в Ла-Романе, 4 отеля у нас есть на полуострове Саманан, один есть отель в Порте-Пуате, ну и большой комплекс у нас есть в Пунта-Кане. Сегодня по нашей программе мы с вами рассматриваем подробно комплекс в Пунта-Кане, в Ла-Романе и комплекс в Мексике. Завтра у нас запланированы уже отели в Мане, завтра в 16 часов, для тех, кому интересно ознакомиться с Ла-Романой, с регионом, с особенностями, пожалуйста, я вас жду. Ну и то, что касается Пунта-Кане, пожалуй, самый знаменитый, самый популярный регион для российского туриста на данный момент. Давайте мы с вами начнем со схемы, я вам покажу схему комплекса, здесь на самом деле все легко и понятно, расскажу все тонкости, и после этого я уверена, что с легкостью будете ориентироваться в картах комплекса и расскажете вашим юристам максимально полную информацию, уже на экспертном уровне. Данная схема того, что было до 2018 года, если вы продавали, вы это, я думаю, помните, именно в таком виде были отели категории «Гранд» и отели категории «Лакшери». Как выглядит схема комплекса, начиная с 2018 года? Теперь это вот такой вид у нас комплекса. У нас есть 4 отеля категории «Гранд», 2 отеля категории «Лакшери» и 1 отель категории бренда «Фантасия». Подробнее теперь давайте с вами остановимся на каждом из них. Начнем с «Гранд Байя Принципе» Туркеста. Мы видим с вами категорию «Гранд», значит, это отель «5 звезд». Отель «Гранд Байя Принципе» Туркеста – это отель семейно ориентированный, но на самом деле не пугайтесь, это не то, что на карте это самое удаленное от пляжа отель, потому что в основном, конечно, когда мы отправляем гости на пляжный отдых, для них основным является море. То, что гости не увидят море, не смогут туда добраться, на самом деле с логистикой все в комплексе очень легко и просто. Какие еще особенности этого отеля? Именно здесь находятся детские аквапарки, в которые могут ходить все гости комплекса, но он находится непосредственно на территории этого отеля, соответственно, преимущественно пользуются им, проживающие в этом отеле. Именно здесь у нас находятся наши самые большие номера. Вот то, что я вам до этого показывала, большие номера с детскими атрибутиками мини-клуба. Это как раз-то у нас гранд-бай принципы Туркеста. В чем еще особенность? Потому что, например, если вы отправляете большую какую-то семью, три взрослых, двое детей, двое взрослых, трое детей, может быть, и больше, обычно запрашивает номера Connection. Но номера Connection заранее, к сожалению, не подтверждаются, и это возможно использовать только как в качестве пожеланий, при наличии свободных таких номеров при заселении. Гостям, конечно, его предоставят. Но это не гарантировано. И вот если это большая семья, и все-таки нужно дать гарантию того, чтобы были такие номера, в данном отеле существует категория размещения, называется она Family Master Series. Это два больших номера. Номера это 43 квадратных метра, с двумя отдельными входами, с двумя полноценными санузлами, но между собой они соединены дверью. Это вот тот самый Connection, который уже будет для большой семьи. То есть, в принципе, один номер. Одна комната для детей, другая для родителей. Кроме того, что мы с вами эти два стандартных номера делаем как большой, для детей здесь предусмотрены тоже свои бонусы и свои детские условия. У нас в номерах существуют детские халаты, детские тапочки. Будут деток ждать там атрибуты мини-клуба, вот это, что мы с вами видели, шарики, байл-скаут, атрибутика. Кроме того, в мини-баре существуют детские напитки. В ванной комнате у нас есть стульчики-подставки для того, чтобы, особенно если детки небольшие, могли подойти, самостоятельно помыть руки, умыться. Это все там для них предусмотрено. То есть дети ощущают себя практически как дома, и это внимание, конечно же, ценят и дети, и родители. Всем комфортно, и взрослым, и детям. Ну, так как в большинстве своем этот отель выбирают семьи с детьми, в данном отеле существует свой определенный распорядок и ритм жизни. Здесь примерно одинаковый распорядок в течение, каждый день. И особенно если едете с детьми, это очень важно. Здесь нет шумных вечеринок, больших тусовок. Они, конечно, есть на территории комплексы для тех, кто едет именно за этим. Но вот именно в данном отеле такого у нас нет. И все же тему пляжа мы давайте с вами здесь откроем более обширно. Вы видите на схеме вот эти серые дорожки, которые идут вдоль всего комплекса. По территории всего комплекса у нас курсируют пароводики. Причем пароводики эти курсируют в режиме нон-стоп. Гости вышли, не нужно стоять на остановке, ждать, пока приедет следующий. Один уехал, другой приехал. Пожалуйста, свободно перемещайтесь по территории всего комплекса. То, что касается удаленности от пляжа. Если мы едем на паровозике со всеми остановками, ну а это где-то 4-5 минут добраться от Туркеса до пляжа. Если идем пешком, решили прогуляться по улице, и мы идем неспешным шагом, не заходим ни в бар, ни в рестораны, которых купите достаточное количество, это где-то 10-12 минут. То есть, в принципе, на самом деле, особенно для жителей больших городов, это вообще незначительное расстояние. Но, естественно, все преимущества, которые существуют в этом отеле, все для гостей. И дальше давайте по территории рассмотрим как раз отель, который у нас ближе к пляжу. Это два отеля. Они как братья-близнецы между собой. Это гранд-бая, в принципе, Бавара и гранд-бая, в принципе, Кунта-Канна. Я вам покажу несколько фотографий Туркеса, раз мы оттуда уже ушли. Вот видите, здесь есть и бар. Бар у бассейна. То, что я говорила про детский клуб, детские горки. И вот он номер Family Master Suite. Это часть детская. И здесь вот он номер Connection, дверь между номерами. То есть вторая может быть взрослая, там может быть большая кровать, там может быть такая же кровать. То есть если нужен номер Connection, пожалуйста, Family Master Suite. Так, и так далее. По территории у нас гранд-бая, в принципе, Бавара. И абсолютно идентичный отель, который стоит рядышком, это гранд-бая, в принципе, Кунта-Канна. Между ними разницы никакой нет. В двух этих отелях номера у нас категория Junior Suite, Superior. Номерной фонд, как вы можете видеть, большой. Отличаются номера между двумя этими отелями, ну, возможно, только цветовым решением. Оснащение полностью одинаковое. Питание в ресторанах одинаковое. Развлечение, пожалуйста. Гости могут ходить с территории одного отеля, на территорию другого, развлекаться там, где им больше понравится. Отели эти подходят у нас как гостям с детьми, так и без, как для молодых, так и для более возрастных. То есть это отели для всех. В чем особенность отеля? Ну, единственное, что могу, наверное, только сказать, что, вот видите, в постройке здесь нет номеров с видом на море. То есть периодически запрашивают номера с видом на море за счет того, что это невысокие постройки, а пальмы достаточно высокие и достаточно частые, то как такового вида на море, к сожалению, здесь нет. Поэтому заранее гостям не обещайте, если вдруг у них будет видно там какие-то... часть моря, но это просто как бонус. Кроме того, все отели Grand Bay Principle, которые пятизвездочные отели, сейчас я вернусь обратно на схему, отели категории Grand могут пользоваться территорией друг друга. Ресторанами, барами, бассейнами. Но единственный пункт, то, что завтрак, обед, ужин в ресторанах, в буфет гости едят только каждый в своем ресторане. Ну, чтобы где-то у нас не было полной посадки, что гостям не хватает места, а где-то пустой ресторан, завтрак, обед, ужин, вот живете в отеле этом, и вы питаетесь там. Питание абсолютно одинаковое. Идти смотреть, что там в том ресторане, в буфет будет что-то другое, совершенно смысла никакого не имеет. Дальше, у территории. Это наше то, что изменилось в этом году, в 2018 году. Раньше существовал отель под названием Luxury Buy, в принципе, Amber Blue. С 2018 года отель имеет название Luxury Buy, в принципе, Amber. Работает он в категории только для взрослых. Отель находится у нас на первой линии. Вот он здесь находится. И особенности отеля какие? Отель работает только для взрослых, для тех, кто предпочитает отдыхать без детей, где можно расслабиться, отдохнуть, не слышать детских криков, особенно если дети эти чужие. Очень спокойный, тихий отель. Мы можем с вами видеть, что бассейн здесь находится, около пляжа, то есть в основном вся активность происходит здесь. Вся остальная территория тихая, спокойная, место релакса и отдыха. Вдруг, если гости насладились тишиной через несколько дней, устали, хотят какой-то активности, пожалуйста, могут перемещаться по комплексу, найти для себя что-то новое, развлечение, шоу и так далее. Далее, из наших же нововведений этого года. У нас был отель под названием Luxury by Principe Amber Green. Он есть, но с этого года он работает в новой концепции. Во-первых, он стал Grand. Называется он Grand by Principe Aquamarine. И это отель, первый отель бренда Grand, который работает по системе эдолуционной, то есть только для взрослых. В чем разница между отелем Luxury, только для взрослых, и Grand by Principe Aquamarine, который тоже работает только для взрослых. Если у нас Luxury by Principe Amber, это более тихий камерный отель, то Grand by Principe Aquamarine, он более живой. За счет того, что... Сейчас опять же мы с вами вернемся к схеме. Здесь практически через всю территорию проходит бассейн. Отель очень живой. Здесь проходит анимация, здесь играет музыка. И отель в основном для тех, кто хочет отдыхать без детей, чтобы детей рядом не было, но чтобы было весело и активно. Опять же, еще есть такой бонус в этом отеле для тех, кто хочет приобщиться к здоровому питанию. Существует большой стол здорового питания. В баре можно заказать битокс-коктейля, заняться активным спортом. Есть у нас бесплатные, есть платные услуги. То есть разница между двумя этими отелями вот на этой стороне, это вот то, что один потише, другой более активный. Далее по территории, если мы с вами перемещаемся, попадаем на первой линии в отель Luxury by Principe Asmirani. Отель с мая 2017 года стал принимать детей. Если раньше это тоже был отель, только для взрослых, он принимает с детьми, но как таковых большого выбора услуг, таких, как, например, в наших семейно-ориентированных отелях, там нет. Гости, конечно, могут ходить в мини-клубы, которые расположены на территории других отелей, но размещаться здесь с детьми, но отдельно, как таковой детской анимации, здесь не будет. В чем еще особенностей? У отеля Luxury, я потом, позже про пляж, когда начну рассказывать, там есть отдельные зоны. И вот по фантазии у нас был вопрос. Отель Luxury by Principe Fantasy теперь выделен в отдельный бренд фантазия by Principe. Это отель сказочный, максимально семейно ориентированно, ориентирован на детей, и, в принципе, здесь можно сказать, что здесь отдыхают дети, которые взяли с собой отпуск родителей, чтобы не скучно дома было, дети сюда приехали с родителями. Здесь существует отдельный детский аквапарк, отдельный детский мини-клуб со всевозможными развлечениями. Опять же, здесь детки делятся по возрасту, кроме мини-клуба здесь есть еще тинц-клуб для подростков, со всевозможными гаджетами, развлечениями для подростков, так как возраст все-таки трудный. Здесь есть, существует отдельная для них дискотека, отдельный кинотеатр, ну и подход найдут к любому, всем будет весело. Плюс, изюминка еще этого отеля, есть у нас здесь детский спа, то есть мама может войти в спа-центр, взять с собой ребенка, и там для него будут свои отдельные услуги. По поводу номеров фантазии, бая, в принципе, здесь номера – это новые концепции, видите, дизайном они отличаются, и вот если во всех остальных отелях, в гостинной зоне у нас стопа не раскладывается, то фантазия, она раскладывается, то есть здесь, в принципе, свободно спят два человека, приобретает размер двуспальной кровати. До фантазии можете, пожалуйста, тоже на проводике и пешком, пешком тоже минут 10, примерно так. Ну, опять же, все ходят по-разному. Далее, фантазия. Здесь как бы центром данного отеля является замок, который у нас расположен в центре, и днем он функционирует как бар, а вечером на фасаде этого замка устраиваются целые светомузыкальные представления, отель погружается в сказку, зрелище на самом деле завораживающего, и каждый вечер гости прям стремятся сюда, то есть 10-15, это проходит не очень долго, 10-15 минут, но это прям сильно впечатляет, и все довольны и счастливы по этому поводу. По поводу пляжа, давайте еще раз мы вернемся на схему. Пляжи у нас для, как я уже сказала, для отелей, для гостей отелей категории лакшери выделены отдельные зоны, там работают официанты на пляже, официанты в бассейне, то есть, в принципе, пришли, бегли, отдыхаете, вставать не надо, ничего делать не надо, все придут, все сделают. Кроме того, на пляже существуют у нас отдельные снэк-бары, снэк-бары есть у нас отдельно для лакшери, и вот в центре это те, которые доступны для всех. Плюс этих снэк-баров того, что в середине дня здесь накрываются полноценные обеды, то есть, если вы пришли на пляж, вам не хочется уходить назад в отель, в первое ли он линия, либо вот он подальше, в Туркеса, можете пойти и пообедать в этом снэк-баре на пляже. Полноценные обеды, это не просто там картошка-фри, гамбургеры, а именно салаты, горячие, все это есть, то есть, это доступно для всех гостей. Из еще особенностей, какие можно отметить, какие различия существуют между у нас отелями Грант и Лакшери? Кроме количества посещений а-ля карт ресторанов, в которых мы уже поднимали, то, что для отеля категории Грант существует 3 ужина в течение проживания в а-ля карт ресторанах, в Лакшери это неограниченное количество. Один из основных, пожалуй, пунктов современного общества – интернет, Wi-Fi. Wi-Fi у нас в отелях категории Грант бесплатно 24 часа в сутки на территорию лобби. Лобби, на самом деле, огромные в этих отелях, то есть там не нужно будет стоять, ждать, когда освободится какой-то диванчик или кресло, всегда можете прийти, воспользоваться этим. Но, к сожалению, только в лобби. Во всех остальных местах, на территории этих отелей, существует у нас это платно. Я не успеваю ориентироваться с вашими вопросами, я потом на все отвечу. Снэк-бары, на пляжи – да, для всех. Есть для тех, кто проживает, те, которые доступны для Грант, соответственно, они доступны для Лакшери, а есть, которые доступны только для Лакшери. Что касается интернета в отелях и Лакшери. В отелях категории Лакшери интернет доступен на территории всего отеля. Это в номерах, в лобби, в ресторане. Даже на пляже ловится, там, в тех зонах, которые для отелей Лакшери выделены, он там доступен для гостей. Но тоже существует небольшое ограничение. Доступен он только для двух устройств. То есть у вас телефон, два телефона, либо телефон-ноутбук, но комбинация может быть всевозможной. Вот он эти два устройства вас запоминает, а он доступен для всех. Для этих устройств 24 часа в сутки. Все, что больше, например, нужно вам два телефона, два ноутбука, планшета и все. Это уже за дополнительную плату. Еще из нововведений. С 2017 года в отеле категории Грант у нас... Так, мне пишут, что у нас сбой сидений. Вы, пожалуйста, отметьте, если вы меня слышите, видите. Видите, отлично. В отелях категории Грант с 2017 года у нас сейфы стали бесплатными. В Лакшери они изначально были бесплатными, а вот с 2017 года в Грантах они тоже бесплатные. То есть гостям можете говорить, что сейф бесплатный. На территории комплекса у нас есть дискотека, ночной клуб, вход 18+, дети туда, к сожалению, пойти не могут, или, к счастью, казино. Ну, то есть, в принципе, на территории комплекса существуют всевозможные развлечения, какие только могут быть. Всевозможные варианты размещения для любых гостей, которые вот к вам не придут. За счет того, что это большой комплекс, отели все разные достаточно, с разной концепцией, вы сможете предложить любому гостю то, что ему будет в душе. Любую категорию размещения, любое расположение. Если они хотят спокойного отдыха, можете, пожалуйста, предложить им, например, лакши-бай, в принципе, амбар. Они будут жить в тишине и спокойствии. Никто их там трогать не будет, активная анимация к ним приставать не будет, вызывать их куда-то. Вдруг им что, они захотят увидеть, захотят каких-то развлечений, шоу, пожалуйста, пошли по территории отеля, по территории всего комплекса. Так как это единый комплекс, никаких заборов, ограничений там, конечно, не существует. Но персонал все же следит в гости какого отеля, куда перешли. И вот, пожалуй, основной момент, в котором существуют правила посещения других отелей, обновленные в ноябре этого года. О гости отеля, которые живут в фантазии. Все эти прекрасные особенности отеля фантазии доступны только для тех, кто живет в отеле фантазии. К сожалению, это так. Или, к счастью, для тех, кто живет в фантазии, но это так. Гости отеля, которые живут в фантазии, могут пользоваться услугами территории отеля категории грант. Но они могут посещать отели категории лакшери. Те отели, которые, гости, которые живут в отелях категории лакшери, могут пользоваться, у них есть доступ в отеле категории лакшери и в отеле категории грант, кроме фантазии. В гости, которые у нас живут в Гран-Бае, в принципе, Аквамарин, которые у нас работают только для взрослых, имеют также доступ только в отеле категории Гран. Не могут посещать отели Лакшери и не могут посещать отель Фантасия. Для тех, кто живет в категории Гран, могут они перемещаться между только категориями Гран. Отель Эсмиральда расположен вот здесь, вот в фиолетовом. Это то, что основное у нас касается Пунта-Кана. Немножко подольше у меня получилось, чем я планировала. Теперь давайте тогда я быстренько вам расскажу по поводу Ла-Романа. Это у нас уже Карибское море. Ла-Романа, пожалуйста, это час езды от аэропорта Пунта-Кана. Всего лишь, то есть, небольшое, но сейчас доступен у нас, по-моему, даже прямой перелет в Ла-Роман. Могу, конечно, ошибаться, может быть, что-то изменилось, но Ла-Романа – это тоже уникальный регион. Во-первых, Карибское море. Здесь у нас находится тоже комплекс из отелей. Вот, отлично. Значит, я все-таки права, и это еще актуально. Очень хорошо, поэтому, пожалуйста, приезжайте в Ла-Роман. Там тоже всем понравится. Сейчас расскажу, почему. Ла-Романа. Здесь комплекс отелей, здесь два отеля. Собственно, концепция вся та же самая. То есть, если вы уже видите отель Гранд, вы знаете, это пять звезд, все условия пяти звезд. Лакшери – это выше пяти звезд. В Ла-Романе какие у нас есть особенности? В принципе, концепция вся та же самая. Просто отель поменьше, комплекс поменьше, и он потише. Вокруг других отелей нет, то есть, там никакого шума со стороны ничего нет. Рядом стоит наше гольф-поле в бае и резиденции в бае. Все тихо, спокойно. То есть, для тех, кто предпочитает достаточно спокойный вид отдыха. Какая особенность здесь? Так как это Каибское море, и непосредственно отель Бае, в принципе, находится в бухте, единственный момент того, что здесь море не такое бирюзовое, как Кунтыканье. То есть, это лагуна, лагуна тихо, здесь вода проточная, она не застаивается, но это лагуна, здесь нет волны. В принципе, для кого-то, возможно, это не будет таким кардинальным критерием, но предупреждайте, чтобы они вам потом не звонили в ночи, так как разница у нас все-таки большая по времени, что здесь нет такой бирюзы, как они видели на картинках. Вот это особенность вот этой бухты Ла-Романа. В Ла-Романе, где стоит наш отель, из-за чего? Потому что недалеко есть река. Река прям такая крупная, и из-за этого немного меняется цвет воды. Но в остальном, в отеле все будет на лучшем уровне. Пять звезд, лакшери, все это будет то же самое. Может быть, для кого-то наоборот, это будет даже лучше, потому что это тихий, спокойный отдых, особенно если с детьми, море мелкое, лагуна спокойная, можно купаться, плескаться с ними сколько угодно, рядом никого нет. То есть, в принципе, на каждый продукт существует свой отдельный сегмент, и здесь гости, которые приезжают сюда, поверьте, никто не жалеет. Да, там достаточно вход мелкий, нет водорослей, как видите, там таких нет. Это все лагуна, она тихая, спокойная, без волны. То есть, для тех, наоборот, кто любит прыгать на волне, это не очень будет подходяще. Дальше, то, что касается отелей. У нас здесь комплекс из двух отелей. Гранд-бая, в принципе, Ла Романа, отель, который размещает за детьми, здесь есть у нас детский мини-клуб и все атрибуты, которые присущи гранд-отелю пятизвездочному. И отель категории лакшери, это лакшери бая, в принципе, Буганвиль. Это копия отеля лакшери бая, в принципе, из Смиральдова в Кунта-Кане. То есть, в принципе, достаточно знать концепцию, и вы уже будете в них ориентироваться. То есть, Ла Романа тоже очень интересный регион. Там очень интересные экскурсии. Можно съездить в город Ла Романа, который один из крупнейших, по-моему, если не самый крупный, в Доминикане. Там есть, что посмотреть. Опять же, недалеко от аэропорта, особенно если это прямой перелет, и если даже это Кунта-Кана. То есть, пляж там большой, широкий, пляж очень красивый, очень много пальм. Практически, наверное, на каждого гостя по своей индивидуальной пальме. Так, у нас остается 10 минут. Я бы хотела с вами немного поговорить по поводу Мексики, потому что завтра у нас Мексика не запланирована. Вот, Мексика. То же самое, курорт. У нас в Мексике отели на Ривьеро-Мае. Близость ко всем основным, самым популярным экскурсиям. Все там находится рядом. И Клаба, и Тулум, и Чеченец. То есть, ну, все, что в основном едут, чтобы смотреть гости, все находится там недалеко. Там также существует... По поводу перелета от Канкуна езды всего примерно час. Там находится у нас комплекс отелей, который состоит из четырех отелей. Также единая территория. Согласно примерно той же концепции, гости категории отелей лакшери могут посещать отели категории грант. Грант могут пользоваться только двумя отелями между собой. Так, по поводу вопросов давайте, да, я вам отвечу, конечно, попозже. По поводу того, что вода застаивает. Ну, нет, я бы не сказала, что все-таки это море. Море, оно достаточно живое. Может быть, я не знаю, это говорили гости, которые там проживали, или это все-таки просто так по поводу картины. Просто многие делают выводы на фоне того, что видят картины, что там не такая голубая вода, и думают, что, а, жили там. Ну, не знаю, я не могу сказать, что там прям вот тина какая-то так во время. Я еще раз уточню, что у нас теперь там, и давайте я тогда вам еще раз скажу. Но то, что сейчас как бы на данный момент гости у нас живут, по поводу моря никаких вопросов не возникало. Итак, давайте к Мексике мы на Ревьеру Майя вернемся, потому что времени у меня все меньше и меньше. Рассказать вам есть много чего, чтобы я немного успела побольше вам рассказать. Четыре отеля. Также отели категории грант, отели категории лакшери. Важный у нас здесь какой в основном момент? То, что за территорию отеля, в принципе, выйти особо некуда. И вся жизнь происходит на территории отеля. Но на самом деле территория отеля, она очень такая интересная, специфичная относительно того, что все-таки это Мексика. Знаете, это достаточно пустая растительность на территории. Очень много животных, которые там гуляют. Как собственный персонал у нас отвечает гостей, которые только приехали, и которые уже несколько дней там живут в первый день. Там настолько много всяких экзотических животных, что все ходят и фотографируют. Там кого только нет на самом деле. То есть это прям... Вы погружаетесь в такой, можно сказать, тропический лес и наблюдаете. Они, конечно, к вам не будут подходить, и у вас беспокой. Но посмотрите, есть на что. Протяженность у нас здесь пляж достаточно большая. Почти три километра. Вода здесь чистая, прозрачная. Для гостей отелей категории лакшери есть у нас отдельные зоны. То же самое, собственно, как и в Доминиканской республике. Вход пологий, песчаный. По поводу отелей. Сейчас также быстренько с вами пройдем. Гран-Бай, в принципе, Тулум. Это отель, который у нас для всех. Для всех без исключения. Для взрослых, для гостей с детьми. И отель Гран-Бай, в принципе, Побай. Это отель семейно ориентированный. Вот он как раз-таки предназначен для детей. Это примерно то же самое, как Туркеса в Кунта-Кане. Там же есть тоже двухкомнатные номера. Тоже есть детский аквапарк. Тоже есть у нас мини-клуб. То есть все примерно то же самое, только Мексика. Это Гран-Бай, в принципе, Кабал. И отели категории лакшери. Отель у нас, который работает по системе только для взрослых. Это лакшери-бай, в принципе, Ахумаль. Вот он находится. Сейчас я вам его покажу на схеме. Вот он находится на схеме. Здесь все атрибуты отелей лакшери. Он работает у нас, в принципе, принимает гостей с детьми, но есть отдельная зона только для взрослых. Там есть отдельный бассейн. То есть если вы хотите, могут гости там отдыхать и около общего бассейна. А могут взрослые гости уйти в зону только для взрослых отдыхать там. В этом отеле есть номера с видом на море. То есть там можно сделать запрос, попросить номера с видом на море. И отель, который у нас стоит на второй линии, ну, даже не на второй линии, комплекс он один, но он стоит через дорогу. Там нужно ехать на паровозике, ну, либо там пройтись достаточно минут 12-15. Отель называется у нас в лакшери-бай-принципе Сиан-Кан. Отель, вот этот отель, он прям утопает в зелени, можете посмотреть. Но чем отличается этот отель? Если те отели у нас построены в таком карибском стиле, то это отель в стиле модерн. Здесь, видите, немного другие номера, очень тихая территория. Здесь очень много номеров, у которых джакузи на балконе находятся. Также, ну, до пляжа можно добраться паровозиками, а так примерно где-то около километра до пляжа. Рядом с этим комплексом отелей находятся гольф-поля, то есть также для гостей, которые хотят заняться, либо уже профессионально занимаются гольфом, профессионалы, любители, все могут пользоваться этим полем. Пожалуйста, обращайтесь к сервис-менеджеру, все подскажут. Территория общая, несмотря на то, что, конечно, там все-таки проходит дорога, но все предусмотрено, никто посторонний на территорию у нас попасть сюда в этих отелях не может. Дальше, что из основного, про Wi-Fi я вам рассказала, как в Гранде он работает, как работает в Лакшери, то есть в Гранде только лобби, Лакшери везде, два устройства. И еще одно нововведение, сейчас оканчивается разработка у нас бонусной программы непосредственно для менеджеров, агентов. Пожалуйста, бронируйте. Сейчас уже проходит тестирование, то есть пока я вам никаких деталей, информацию не буду разглашать в этой программе, потому что, возможно, тоже будут изменения, чтобы все-таки не было потом каких-то у нас с вами недопониманий. Как только программа будет активирована, мы сразу о ней расскажем, сразу вам всю информацию дадим, и все будет учитываться. Естественно, учитываться будет в счет вашего бесплатного размещения в нашей сети. Я думаю, что, в принципе, большую часть информации, которая была важна, нужна, я вам здесь предоставила. То есть даже если вы не знаете каких-то тонкостей, деталей по каждому конкретному отелю, расскажите про концепцию, и, в принципе, гости уже будут понимать о том, что вы ознакомлены, очень хорошо знаете эти отели, они будут довольны, будут к вам возвращаться еще раз и еще раз. И если нужна будет какая-то дополнительная информация, что-то еще, кроме той информации, которая есть на сайте, там, в принципе, очень много уже информации, практически она вся на русском языке, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь, очень рады. В России есть у нас представители, а здесь, пожалуйста, мои контакты. Если вдруг кому-то что-то нужно, звоните, пишите, если вдруг на звонок не ответила, пишите, пожалуйста, в WhatsApp все возможные программы, которые только есть, потому что я не всегда в Москве, но большую часть времени я провожу в Москве. Все, что нужно будет, какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите, будем связываться с отелями, будем связываться с главным офисом. Все, что вас интересует, я сейчас вот еще раз просмотрю вопросы, которые были, если вдруг я уже не успела ответить, как не заселить, но вы напишите, пожалуйста, и мы прямо отметим это как по желанию, чтобы не заселили туда, с видом именно туда, а населили как можно лучше. Спасибо вам большое за то, что уделили время, внимание. Я надеюсь, информация была полезна, и если вдруг что-то, пожалуйста, вот все мои контакты. Завтра в 16 часов презентация по Самане. Расскажу вам особенности этого региона, потому что сейчас мы тоже ждем гостей там, полетная программа осуществляется, и завтра еще раз по тонкостям пройдемся, если вдруг у кого-то возникнут какие-то вопросы, путь сегодняшний, завтра я тоже буду здесь, пожалуйста, задавайте, и мы еще раз с вами проговорим. Спасибо большое. Я сейчас еще буду здесь отвечать на ваши вопросы, вот, и задавайте мне, пожалуйста. Спасибо вам. И отличных, желаю вам всем отличных продаж. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...